Всем привет, вы на канале Доскишок. Сегодня мы позвали к нам в гости Андрея Грунёва и Дмитрия Фрост, создатели Кометы, чтобы узнать у них некоторые секретики, либо просто задать им вопросы. Ребят, я довольно-таки давно с вами знаком, но наши подписчики не совсем, поэтому не могли бы вы рассказать про себя? Могли бы. Ну, Дим, давай, может, сначала ты расскажешь? Ну, что рассказывать? Я начал кататься, наверное, в 2007 году. В Кене тогда еще был вот такого вот роста, катался на скейте, у него не было броды. Были времена, да? Да, только дырявые уши. Ну да, у тебя же эти были. Верните мне в 2007. Катались мы на поклонке, потом появился ВГ, появилась таганка, сколько, десятилетие прошло, всех трёхских парков. Я открыл свой магазин, закрыл магазин, открыл снова магазин, открыл физический магазин, закрыл физический магазин. Вообще, вода утекло много, и в один прекрасный день я приехал в Сабабовский парк. Мы с командой снимали обзор на самокаты Грид, который мы тогда дистрибутировали, и как раз-таки познакомился с Андрюхой. Андрюха, я тогда был. Мы как раз, то есть, как я вообще попал в сферу экстремального спорта. Так, в 2007-м я тоже там, у меня куча пирсинга была, катался на скейте, но потом офисная жизнь меня облегла в совершенно другое русло. Вот, и когда уже начал заниматься своими проектами, так получилось, я не знаю, как-то вот так срослось, что я попал в этот скейт-парк, и мы вместе с ребятами в партнёрстве начали поднимать его, как бы, на новый уровень, так сказать. Это была Сабаба, зимняя, на Сходнинской, большая, это было больше 350 квадратов метров, там с магазином, но с, в общем, полной упакованной. Это был самый большой скейт-парк. Да, это был самый большой, КСС ещё был на Павелецке, маленького размера, вот. Конечно, привет там, ребят, Суслику и Олегу, как бы, вы сделали в жизни для меня очень многое, чтобы я рос и развивался. Вот, и вот, да, приехал Дима, мы как-то так, сначала, наверное, просто общались, потом он там помог, там, подкинул нам детали на реализацию в Сабабу, в магазин, мы там что-то продали. И так вот, как-то, закрутилось общение, и пришли... Надо сделать что-то новое, какой-то проект. Да, поняли, что, как бы, люди друг другу просто доверяем, люди надёжные, Дима надёжный человек, и решили что-то вот такое вместе организовать. Спасибо за то, что вы рассказали о себе, я думаю, нашим ютубо-зрителям было это интересно. И сразу встречный вопрос, хотелось бы узнать, как вы пришли к созданию бренда Комета? Ну, я в своё время много проработал в консалтинге, просидел в Олипецке на методурличном комбинате, знаком с проектировкой процессов, проектов, и мы там с Димой встретились, начали думать, как это с ***, считать. Нет, на самом деле всё было гораздо проще, мы просто такие, блин, давай сделаем свой бренд, давай сделаем в руле, это же так легко. Ты же взял трубку, приварил к другой трубке, всё, изи, как говорится. Но на самом деле нет, там нужно найти правильный сплав, должен быть определённый вес. Термообработка, печи для термообработки, цвета. Господи, мы с цветами разбирались, потому что все цвета, они же даются по белой краске, она с трубы серой, как и ротулок, мы красим по серым трубам, соответственно, зелёная цветка, когда ложится на трубу, на серую, она ложится не зелёная, ложится болотным или ещё каким-нибудь. Поэтому заморочек, геморрой выше крыша. И в итоге мы просто пошерстили по задним карманам штанов, вывалили вот так вот монеты, купюры какие-то, и сделали пробную партию. Сделали первые какие-то вещи, начали. Нет, от них уже начали отталкиваться. Потом уже V2, V3, V5. Итак, это интересный ответ, но встречный вопрос от подписчиков. Почему такие цвета? Слушай, мы изначально не хотели делать, что там было на рынке тогда? Чёрный глянец, синий глянец, красный глянец. Первое, хотелось бы как-то отличиться. Потому что у всех стандартный набор цветов мы специально, долго, заморачивались, искали какой-то вот этот дополнительный пигмент, который бы нас сильно от всех отличал. Мы его как бы нашли. Ну и блёстки. Металлик. Но это не совсем блёст, это не совсем металлик. Это такой дополнительный пигмент, он добавляется в цвет, и он как бы даёт такой большой эффект. Какой-то перламутра, может, ещё чего-то такого. Как бы не совсем однозначно. Например, в чёрном используют разноцветные блёстки в пигменте. На красном-красные блёстки. Да, то есть мы специально делаем дополнительный такой цветовой фон. И, соответственно, главное – это лого, которое мы подумали, что его лучше сделать ярким, запоминающимся, чтобы он сразу выделялся среди кучи разных китайских, друг друга похожих, сваренных в труб. Как это ещё можно назвать, да? Вот. И поэтому мы вышли к таким цветам. Есть ещё некоторые задумки по цветам, в принципе. У нас есть небольшая ринейка по матовым цветам, но мы пока что её очень долго-долго обдумывали. Потому что матовая краска, она становится толще, потому что там несколько слоёв, руль не влазит даже в СКС. То есть приходится краску немножко защищать. Она такая прорезиненная, но это как бы задумки на 2021 год. А так мы даже к «Эклуку» пришли и сели, что «А давай просто нанесём логотип на руль, посмотрим, что из этого будет». Вряд ли кто-то купит, но руль со стороны ещё практически смысл. Второй или третий, по подаваемости, цвет. Да, это нас удивило. Это просто, по сути, после термообработки изделия достали, опустили в масло и всё. То есть там нет больше ничего. Это вот руль, который под дождём заржавеет. Это реально две трубки, две сваренные трубки, даже без краски. Поэтому «Эклук» — это стиль «РЭД», это стиль «РЭД», это стиль «РЭД», это стиль ржавого вот этого. Это целая культура на самом деле. У нас бывают моменты, когда мы присылаем в дальний регион. Две-три недели идёт, нам как-нибудь заказалось, потому что он сказал «Хочу РЭД ЛУК». Намка заказала, приходит, нам такие звонят, мол «Что вы нам прислали за оружие 18 века? Где вы его откопались? Чего он весь ржавый?» Как будто из ядерного бункера поднялись, да, атомная война прошла. И вот нашли кирку для того, чтобы добывать еду себе, не знаю, на улице, зомби отбиваться. Как-то так. Но противоположность к нему как раз-таки полированная версия, более дорогая. И почему, кстати, мы не делаем хром, потому что хром не делает никто. У всех идёт псевдохром. Если ты возьмёшь, ну, по крайней мере, где-то на позапрошлые годы, когда мы смотрели, мы рассматривали хромированные детали, у всех, у Urban Art, у Дистриктов, у Балантов, у них у всех псевдохром. Да, у них нет хрома, полированная с лаком. Нет, 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 у них псевдохром. У них на руль наклеивается плёночка хромированная. А, ну там, то есть ты когда её отдираешь, да, а это псевдохром. Потому что хромирование будет вообще космосу стоить. Чем вы руководствовались, когда создавали новый цвет «Токсик»? На самом деле, вступай немножко за главпрос, но всё очевидно. Ну, кислотный цвет, что-то происходящее в мире совершенно сумасшедшее. И мы подумали, как бы, видимо, это цвет этого года. Явно. Следующий вопрос, который больше интересует наших подписчиков. Берёте ли вы на спонсорство? Если да, то как это всё происходит? Слушай, на спонсорство у нас такого нет. Мы скорее берём саппорт. То есть, если нам присылают клёвые видосики, если ребята реально классно катаются, мы присылаем им детали. Как бы спонсорство, для меня спонсорство всегда это было. Это вот контракт, это деньги, т.д. и т.п. Мы помогаем ребятам развиваться деталями. То есть, если где-нибудь там в Екатеринбурге кто-нибудь катается, присылает вот, типа, я клёво катаюсь, у него реально хороший профайл, у него есть аудитория. Мы абсолютно легко, да? Да и не только, на самом деле. Отправляем детали. Да и не только, просто ребята, может быть, собрались в какую-то группу, да, там, человек 30. У них там, ну, такой, например, далёкий город, там, в принципе, нет магазинов. И могут нам написать, сказать, ребят, вот мы там хотим провести какой-то контест, и мы тоже, бывает, идём навстречу, можем там скинуть какие-то призы, чтобы разыграли. Или там райдеры магазинов иногда к нам обращаются, говорят, что они поедут куда-то там, например, да, ну, просто там, ну, так захотели. Это не способствует, это не поддержка. И мы просто даём, да, какие-то детали, которые мы можем, конечно, выделить, и они там, по-моему, не разыгрывают, как-то катаются, достигают каких-то высот за эти, ну, такие небольшие, но призы. А так, по контестам мы достаточно много уже участвовали в контестах, именно как спонсоры, по-моему, больше 50 за два года, не меньше. Разыграли кучу рулей в разных совершенно городах, от Владивостока до Калининграда. Вот, и, то есть, магазины к нам тоже обращаются, мы тоже так же выделяем призыв, это более серьёзные вещи. Так что, надеюсь, что это будет работать. Мы, когда с Кенни тестили новую роль, наши курки раздавали, потом Кенни их разыгрывал. То есть, по-моему, мы в плазу даже не уходим без... Какого-нибудь стафа. Без стафа, да, чтобы там кого-то подбодрить. Как я считаю, вы идёте в правильное направление, и очень круто, что вы поддерживаете всех ребят, которые пытаются чего-то добиться в данном виде спорта. Ну, и сразу следующий вопрос. Почему у вас такие кривые швы? Слушай, на самом деле, ответ прост, потому что они делаются вручную, они делаются не на китайских автоматах. То есть, сварщик реально сидит и варит их. Ну, а почему мы их продолжаем делать такими кривыми? Потому что, наверное, это уже наша визитная карточка. Потому что, китайские ровные швы, они видны, что это китайские ровные швы. А у нас вручная работа. Вручная работа имеет погрехи свои. Ну, не знаю, как на моё мнение, они не отключили швы. Мы же знаем, что красота швов не влияет на их прочность. Да, надо измерять кривизну шва. Ещё как-то придумать. Поэтому, а нет. Насколько он кривой. Крашами всё нормально. Ну, и тут сейчас, как раз-таки, уже такие вопросики идут о новых продуктах, которые вы тут пытаетесь... Когда титановая комета будет, да? Ну, кстати, да, давайте вот такой вопросик узнаем. Когда у вас будет титановая комета вообще? Планируете, не планируете? Слушай, мы делали и делаем... Мы всё еще пытаемся разработать титановые рули. Мы их тоже делаем в Москве. У нас есть прототипчик один. Но сейчас хочу показать, почему мы от них отказались. По крайней мере, от этого металла. Покажем? Давай. Это наша титановая промодель кометы. Ой, не промодель, прототип. Как бы вот в чём плюс, точнее минус титановых рулей. Поэтому с титанами всё очень сложно. Очень сложно найти сплав, нужно подобрать толщину стенок, определиться тонкой или толстой делать всё. Вот, с ним мы работаем. Мы долго будем работать. Возьми себе сувенир. Это вот коротко о титанах. А китайские титаны нет, мы делать не будем. Я категорически против этого, потому что всё-таки рули мы производим в России и будем производить в России. То есть, если будут титановые рули, они будут сделаны у нас. Звучит патриотично. Я всеми руками за такую движуху. И хочется сразу задать вопрос по вчерашним сливам в Инстаграмы всевозможные. Почему новый руль такой уродский? Например, речь идёт про него. Мы его с вами взяли. Тот самый уродский руль. Да, к сожалению, просто, ну и к счастью, я не знаю, кто как посмотрит, это такая технология. Его невозможно по-другому сделать. А единственное, что мы про него сейчас можем сказать до даты официальной релизы, что он реально весит 500 грамм. Это самый легкий руль из ныне существующих самокатной индустрии. Ну, из тех, которых мы знаем. Я думаю, вы сейчас увидите это на экране. Вес у него реально очень лёгкий. До того, как вообще вы все могли его где-нибудь увидеть, мне Дмитрий показывал его, и я реально тоже как вылез, реагировал, что ну что это за уродство. Но после того, как я уже его поставил на самокат, покатался на нём, вот сейчас мне эта форма, ну это лично моё мнение, мне она очень нравится, и данный руль я к себе очень хотел в копилочку, чтобы покататься на нём. Короче, штука стоящая, как по мне. Самое главное его достоинство, он не ломается с банча, как бы все ни писали. И даже с двух. Ну и даже с телевипом, он реально не сломается. Как по мне, вид футуристичный. В ролике там внизу можете посмотреть, я делал на нём бутеркапу, по барбрай и всякую такую штуку. Ну не знаю, руль по мне супер. Сейчас будет последний вопрос, который я хотел лично задать, и узнать чуть-чуть статистику, посмотреть, сколько лет вы уже на рынке, и за это время какое количество рулей вы уже произвели и распродали. Сколько же, четвёртый год пошёл? Да, пошёл четвёртый год, и продали мы больше шести тысяч рулей. Солидная цифра, ребят. Практически во всех магазинах, от Владика до Калининграда, есть наши дизеры. Ну, в принципе, это понятно, потому что, если смотреть любой инстаграм, даже без хэштегов, там каждый второй подросток катается на рулях кометы. Так, ребят, помимо кометы, я знаю, что вы занимаетесь таким брендом, как Fusion. Это очень такой старенький бренд, я бы сказал. Можете ли нам что-нибудь рассказать про него? Ну да, это не секрет. Мы занимаемся Fusion уже более двух лет. Два года, да. Достаточно успешно, вышли на какие-то определённые объёмы. Fusion представляет собой линейку самокатов и деталей. Про самокат, наверное, лучше Дима расскажет. Ну что там, Распредит, там, начиная от бюджетных, как бы для начинающих моделей, заканчивая промодельными уже, то есть заряженными, самокатами, у которых уже не надо ничего менять. Там уже стоит алюминиевый руль, Hc-компрессия, 110-120 колёса, как бы полный фар, чтобы собрал и поехал кататься. Какой модель ты посоветуешь для начинающих? Точно, две 250, конечно. А трехсотые? Трехсотые, для начинающих лучше 250. Они чуть дешевле, это чуть меньше габаритами. Так, всё-таки начинающие у нас... Ну это тоже в зависимости от роста просто, если парень начинающий, а он метр восемьдесят, я думаю, он не подойдёт в 250. Ну слушай, а может в 250 поставить комету? Ну это естественно. Как бы сделать пропилы, и всё будет легко. Вот, хотел бы ещё отметить про бренд Fusion, что они чётко следят за циклом производства. Там очень маленький процент брака. То есть по пальцу одной руки можно пересчитать количество самокатов, которые нам прислали обратно, которые мы, кстати, поменяли. И в некоторых там, например, погнули руль, и мы просто человеку отдали новый руль кометы. Это факт. Да, что-что по поводу, как это сказать, бренда поддержки. Как бы что по одному, что по другому. Мы стараемся максимально отклики смотреть, чем-то... Всегда немножко не прощать. Потому что как бы случается многое, да. Как бы бывает брак, бывает не брак, бывает сломали. Мы стараемся поддержать, поменять. Если как бы я это в пределах разумного. Если как бы об аффальте не бил руль, или сама как бы всё будет нормально. И кстати... Ты же видел эту доску, да? Угу. Может разыграем её среди подписчиков? Новенькую парковую досочку. Fusion'овскую. Как тебе? Ну, с досками я их знаком. Они не тяжёлые и не лёгкие. Это что-то среднее. Они удобные. У них хорошая геометрия. Я думаю, стоит разыграть. Ну и также хотел ещё узнать по моменту Fusion'а такую вот информацию. Вот кроме парковых запчастей, у них планируются ли деки квадратные? Такие более под стрит заточенные? Я не знаю, откуда вы про это знаете. Как? Слушай, у нас действительно привоз будет где-то в начале августа. И там привозят новые доски, они будут с квадратными тропами. Не помню название. Ну и плюс будет обновлённая версия доски лёгого спонсора. О-о-о. Я думаю, это будет интересно посмотреть, когда это всё поступит в продажу. В любом случае у нас обзорчики вы увидите. Где-то в августе, да, всё будет уже. Отлично. Ну тогда как? Мы разыграем эту доску. Можете в комментариях присоединиться, посмотреть. Там будут все условия. Поэтому чекайте, участвуйте. На этом моменте наше видео подходит к концу. Ребятам нужно было срочно ехать, поэтому я прощаюсь за всех нас. По традиции, соцсети в описании. Там же вы можете найти конкурс на DecoFusion. С вами был Артём Гаврилов. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова